Урбан. Программа о городских проектах. В 3 часа дня пройдет дискуссионная площадка «Что мы будем делать с мусором» в рамках проекта «Так-то да». И мы сегодня в преддверии этой дискуссионной площадки хотим пообщаться со слушателем 211-101. У нас прямой эфир. И с нашими экспертами для того, чтобы обозначить те проблемы, которые завтра предлагаются к дискуссии. Или не предлагаются, потому что у нас есть список докладов, но лежат там на поверхности. И наши гости считают, что их необходимо озвучить. И мы сейчас говорим с Андреем Усенко, членом общественной палаты Российской Федерации от Кировской области. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день, коллеги. Ну, собственно-то, ваша инициатива практически перевести сюда площадку «Скажи, что не так сначала» – это была история, да? А потом ответить на это «Так-то да». Так-то да. И Роман Титов, вице-спикер ОЗС Кировской области. Роман Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Только, наверное, в этом круглом столе. И в его организации я буду принимать часть не как вице-спикера, а как сопредседателя Российского народного фронта в Кировской области. Потому что именно на этой площадке мы в основном и занимаемся проблематикой, которая завтра на круглом столе будет обсуждаться. Значит, я просто, я даже сейчас, да, скажу просто, что 211-101 номер телефона прямого эфира для того, чтобы вы сами обозначили возможные вопросы, которые возникают сейчас, когда мусорная реформа, как называют ее в СМИ, уже вступает в силу. 211-101. Ну и у нас есть еще опрос. Да, у нас есть опрос в нашей группе во Вконтакте, чтобы мусорная реформа в регионе была успешной, нужно, и тут четыре варианта ответа у нас, найти инвесторов для строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, построить несколько современных полигонов ТКО, увеличить тариф на вывоз мусора, либо повысить экологическую сознательность граждан и приучить их сортировать отходы. На самом деле у нас была еще одна идея для опроса, это спросить у людей, за что они, собственно, готовы платить повышенный тариф, но решили остановить выбор на этом, но вы можете позвонить и сказать, за что вы готовы платить. Да, озвучь, пожалуйста, предварительные итоги опроса, потому что я знаю, что много уже. Да, уже 232 человека проголосовало, большинство, пока почти 60%, за первый вариант найти инвесторов для строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов. Но на самом деле люди предлагают еще варианты, но я думаю, мы потом по ходу программы их уже озвучим. Вот смотрите, найти инвесторов, все правильно, все здорово, инвестор находится, инвестор строит, как он будет компенсировать эти затраты? Он и будет компенсировать через тариф. Тариф с учетом инвестиционной составляющей, он будет от высокого до очень высокого. Поэтому вот этот путь сам по себе, он достаточно опасный, инвесторы найдутся. И есть такие инвесторы, которые готовы строить, но они готовы строить на свои деньги, которые они будут отбивать за счет населения. Поэтому я бы все остальные варианты, которые обсуждаются, они не исключают один и другого и точно не могут быть реализованы по отдельности. Еще что важно, инвесторы разные бывают. Хорошо, если инвестор будет орган государственной власти, тогда это в тариф составляющей не пойдет. Это могут быть либо федеральные деньги, либо сегодня на самом деле, знаете, беда в чем? Мы говорим, у нас нет денег в бюджете на то, чтобы, к примеру, строить какие-то объекты. У нас же ни один полигон муниципальный не модернизируется. Деньги есть. У нас второй год собираются средства плат за негативные воздействия, которые идут в первую очередь только 5% в федеральный бюджет. Они идут в бюджет региональный и бюджет муниципальный. Спросите меня, сколько этих денег потрачено на модернизацию полигонов, на строительство, сортировок? Вообще на любые экологические проекты? На любые? Примерно 0 рублей, 0 копеек. Суммы для понимания в год это порядка 90 миллионов рублей по Кировской области. Это каждый год можно строить в пяти районах мусоро-стерировочные станции, которые не будут ложиться в тариф. Это будут муниципальные объекты, они будут получать деньги за хранение, за переработку. Куда уходят? На решение текущих проблем муниципальных образований Кировской области деньги не окрашены. Мы поэтому пытаемся через Государственную Думу достучаться и окрасить эти деньги в бюджете. Потому что это можно сделать и на местном уровне. Суммы реально приличные. И это можно было бы строить объекты год назад и в этом году. А региональным законодательством нельзя это урегулировать? Можно. Для этого нужно волевое решение регионального правительства. И эти деньги просто целевым образом тратить только на строительство объектов. Теперь все-таки к вам, как представителю УЗС, придется обратиться, Роман Альбертович. А УЗС может инициировать принятие такого закона в Кировской области? Это не закон, это уровень подзаконного акта. Здесь в силу того, что федеральное законодательство не предусматривает ограничений на использование этих средств, мы не можем их ограничить. Два пути. Это изменение в федеральное законодательство. Мы по этому пути движемся, в том числе через взаимодействие с профильным комитетом. И мы движемся в направлении, будем, наверное, завтра даже эту тему поднимать. Региональный правительство может само эти деньги окрасить. Завтра будет заседание УЗС? Нет, 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 это на нашем... На площадке. На площадке, да. А заседание УЗС будет в четверг? Да. Вы там будете поднимать этот вопрос? Нет. Нет. Собственно, завтра четверг. Да. А как эти деньги, вот эти условные 90 миллионов, будут соотноситься с региональным оператором Купритом? Ну, то есть, если мы, например, на региональном уровне эти деньги заложим конкретно на эти цели, они будут напрямую уходить к Куприту? Они вообще никаким образом не будут уходить к Куприту. Куприт будет платить муниципальным образованием за использование этих объектов. Просто с учетом того, что инвестор, составляющих в тарифах, не будет. Это же государственные деньги, если население не собирает. То плата для населения, тариф, он будет снижен. Это один из путей снижения тарифа, который мы обсуждаем по линии УНФ, в том числе с федеральными коллегами. Поскольку, на наш взгляд, на настоящий момент, если кратко говорить, две проблемы мусорной реформы в Кировской области, они связаны между собой. Это проблема территориальной схемы, где какие объекты будут построены и что это за класс объектов. Раз. Второе, определяемое первым, это тариф. То есть, если мы видим, что у нас законодательством, кстати, в том числе Кировской области, определен приоритет утилизации перед уничтожением, уничтожение перед захоронением. Открываем территориальную схему, мы что видим? У нас нет объектов уничтожения. Нет объектов утилизации. У нас схема чисто полигонная. То есть, фактически, мы эти полигоны строим, а потом через 10 лет, когда они закончатся, мы будем собирать еще раз деньги на их рекультивацию. А это сотни миллионов рублей в масштабах области. Ни одного объекта уничтожения у нас не предусмотрено. Такие объекты, они просто уместны даже на севере области. Одна из проблем, которую мы с коллегами из зоны выявили в террасхеме, это, ну, сразу видно, москвичи готовили. Потому что по карте дорога у нас из Подосиновца через Лузу, Апарин, из Подосинов через Апаринов в Киров есть, как бы, а так-то ее нет. Но 328 километров предлагается по территориальной модели, по электронной схеме возить мусор вот оттуда, из головы нашего авиатского петуха, то есть из отдаленных районов. Там должен быть объект уничтожения. Ничего возить оттуда не надо. На месте надо все утилизировать и уничтожать. И тогда тариф будет ниже. Почему-то про тариф никто не думает. Но, наверное, слишком много говорю. Наверное, тут Андрею Леонидовичу надо слово передать. Вот мы уже увидели, как могут происходить завтрашние дискуссии, как минимум, да, как пойдет подача и как они будут отыгрываться. Так вот, все-таки, Роман, вы завтра будете, да, на этой площадке? Я не могу на ней не быть. Да, вы завтра будете на этой площадке. На этой площадке будет достаточно представительная компания. И завтра там же будет губернатор Кировской области. Правильно я понимаю? Да. Вот расскажите нам, пожалуйста, Андрей Леонидович, как это все будет происходить? Вот, положим, Роман Альбертович высказал, еще по тарифу еще не поговорили, достаточно цифры не привели, они будут приведены. Высказал от лица ОНФ серьезные, не претензии, а вопросы, да, поставил. Дальше передается кому-то слово, или мы просто выслушиваем друг друга, доклады друг друга, и будет ли какая-то дискуссия вообще в принципе? Ну, смотрите, дело в том, что это дискуссионный клуб по своей форме, по своему содержанию. Именно так он и был задуман, именно так он и будет завтра реализован, там, и воплощен. Идеология, собственно говоря, концепция клуба состоит в том, чтобы на те вопросы, которые у общественных объединений, у некоммерческих организаций, у гражданских активистов возникают, были получены прямые ответы от непосредственного руководства региона. Вот, собственно говоря, концепция клуба именно в этом. Поэтому завтра мы постараемся минимизировать время выступлений органов власти. Это была наша принципиальная позиция, там в программе из трех часов на них запланировано всего лишь полчаса, для того, чтобы, скажем так, определить понятийный аппарат, там, да, общую информацию дать, чтобы было понятно, о чем мы дальше разговариваем. А дальше запланировано ряд выступлений тех общественников, тех активистов, которые изъявили это желание заранее. И, собственно говоря, после каждого из этих выступлений, в случае наличия прямых вопросов или прямых предложений, предполагается комментарий либо непосредственно губернатора, либо профильного руководителя, там, профильного органа власти. Я, кстати, Романа Титова не вижу в списке. Я вижу себя в конце, там есть отдельное местечко для выступлений. Участников круглого стола и обмен мнениями. Да, вот в обмене мнений я и буду выступать, поскольку внимательно послушаю, но резюме у меня определенное есть. И предложения по резюмированию, которые будут касаться в том числе всех активных граждан, которые принят участие, я озвучу. Хорошо, мы сейчас проверемся на полминуты и продолжим рассказ о предстоящей завтра дискуссионной площадке «Что мы будем делать с мусором?» 211.1. У нас прямой эфир, можете подключаться. Дарья Топузлеева, Светлана Занько, ведущие программы. Андрей Усенко, член Общественной палаты Российской Федерации от Кировской области. Роман Титов, представитель ОНФ. В Кирове вице-спикер ОЗС Кировской области. Мы рассказываем о предстоящей завтра дискуссионной площадке «Что мы будем делать с мусором?» Напоминаю, что с 15 до 18 часов в библиотеке имени Герцена пройдет эта площадка. Кстати, это очень важно, насколько открытой, насколько закрытой она будет. Вот списки участников достаточно большие. Зал в Герценке привычный, да, вот в старом корпусе. Не слишком большой, хотя там есть балкон, и можно болельщиков туда, конечно. Один из самых больших в городе. Да, это открытая площадка, туда могут люди прийти без регистрации? Площадка открытая, никаких ограничений по доступу не будет. Это, опять же, там принципиальная наша позиция. Но я бы все-таки попросил, скажем так, сообщить о своем намерении принять участие в данном мероприятии в Общественную палату региона, для того, чтобы мы могли все-таки дать оценку тому ожидаемому количеству участников, которые планируются, чтобы не было ситуаций, когда не все желающие войдут. Я буду искренне рад, если гражданская общественная активность будет проявлена именно таким образом. И надеюсь на это. И мы, собственно говоря, ведем информационную работу об этом мероприятии именно с этой целью. Но с точки зрения выступления точно надо проинформировать, чтобы мы могли это спланировать. И несмотря на продолжительное время, которое будет проходить этот клуб, 3 часа, все желающие выступить могли бы это сделать. И про намерение участвовать я бы тоже попросил просто сообщить. Это можно сделать на сайте Общественной палаты Кировской области, АПКО-43. В анонсах есть ссылка на круглый стол. И здесь же можно написать свою заявку, оставив свой телефон. Или позвонить по телефону 64 54 30 и сказать о том, что вы хотите принять участие в завтрашней дискуссионной площадке. Мне просто кажется, что, к сожалению, у нас активность начинает проявляться только тогда, когда приходит вот эта же бумажка с каким-то новым тарифом. То есть так же было с фондом капитального ремонта. Сколько мы эту проблему освещали, она никого особо не интересовала. А потом, когда начали приходить платежки, люди начали звонить и говорить в СМИ, вы все замалчиваете. И тут вот точно такая же ситуация. Поэтому, слушатели, не упускайте эту возможность. Приходите, обсуждайте это сейчас. А по поводу цифр, вот Роман Титов за эфиром нам озвучивал достаточно интересные цифры. По тарифам? Да. Ну, подожди, сейчас мы к тарифам как раз переберемся. Я про информационную работу хотела бы сказать, потому что это будет, собственно, тема моего завтрашнего выступления. На самом деле и региональный оператор там в лице Куприт, и Министерство экологии пытаются размещать информацию по поводу новой мусорной реформы. И надо сказать, что ведь эта самая реформа, она была отсрочена, она должна была вступить в действие уже с 2017 года. Вы помните, да, коллеги, что разрабатывалась она там с 2015 года, с 2017 она должна была вступить в действие. Они потом перенесли сроки на два года. Не просто перенесли, а на форуме ОНФ просили активистов ОНФ-президента перенести эту реформу, потому что сегодня-то мы, мягко говоря, не готовы. А два года назад мы были не готовы от слова вообще. Совершенно верно. Совершенно верно. До сих пор люди точно не разбираются в территориальной схеме, которая была обозначена, совершенно непонятно. И вот, честно говоря, я могла бы здесь отметить следующее, что хорошо, когда мы пишем материалы о том, что вот мусорная реформа направлена на то, чтобы, значит, у нас изменилась структура обращения с отходами, чтобы мы не зарастали этими кучами свалок, чтобы началась сортировка, переработка, рабочие места, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но люди задают очень простые вопросы. Куда батарейки? Куда макулатура? А как действительно уменьшить тариф? А можно ли с этим что-то делать вообще? Вот я сортирую, сосед не сортирует, почему мы платим одинаково. Вот на эти вопросы ответов рекоператор не дает, а он уже нас обозначен. Я боюсь, что это на предыдущие тоже не дает. Это компания Куприд. Нет, ну просто я в этом отношении призвала бы всех, кто отвечает за это дело, перестать печатать такие публичные интервью с красивой фотографией и рассказывать о том, что мы должны все нести ответственность, а отвечать просто на конкретные бытовые вопросы. Но вот здесь спасибо, я должна просто про это сказать. Это спасибо Куприду, который пока несколько месяцев поддерживал программу «Урбан», потому что на это направлено. Мы беседуем с экспертами, беседуем со слушателем, чтобы простые прикладные вещи обсуждать. Надеюсь, не перестанет с сегодняшнего эфира. Перестанет с июля месяца уже, это точно ясно. И это жаль, но бог с ним, мы-то свои программы не прекратим. Мы-то свои программы не прекратим. Итак, давайте поговорим о тарифе, потому что это очень важно. Мы буквально вчера говорили, упоминали тариф. Позавчера в каждой программе особое мнение. Мы на протяжении уже скорых года говорим об этих тарифах. И настолько разные по этому поводу высказывается мнение. Единственная цифра, которая запечатлелась в мозгу, две. Это что с июля мы будем платить не 40, а 80 рублей, поскольку увеличилась плата за отрицательное влияние на экологию предприятий промышленных, что-то вот это вот. А с 1 января 2019 года в Кирове мы будем платить что-то в районе 150 рублей с каждого человека. Вот это все, что осталось в голове. Но это, я так понимаю, максимально возможный тариф или нет? Значит, смотрите. За тарифы сейчас. Сколько мы платим сегодня? Давайте переведем в силу того, что тариф будет по-душевой, а сегодня он, грубо говоря, по-кубовый и завернутый еще и в плату за содержание общего имущества. Давайте переведем к некому абсолютному показателю. Я предлагаю выбрать стоимость кубического метра мусора. Человек в год образует 1,7 плюс-минус этого куба плотного. Значит, сколько мы платили? Значит, фактически до недавнего времени мы платили в Кировской области в среднем 200 рублей с кубического метра. Вот у меня табличка. Мы там в рамках УНЭМ сделали анализ. Причем в Кирове платили, цифра абсолютно верная, 19 рублей 26 копеек за куб. Мы платим сегодня уже существенно выше. За счет этого выросли тарифы на содержание. Платить в будущем мы будем существенно выше. Почему выше? Будет утверждаться тариф, кстати, завтра тоже знаменательный день. Завтра, видимо, Куприд подаст на тариф региональную службу по тарифам. И региональная служба будет анализировать структуру тарифа и прочее. Конкурсной документацией по отбору рекоператора тариф прогнозируется предельный. На уровне 1078 рублей с куба за НДС. 200 рублей и 1078. Или 900 рублей с копейками без НДС. Рост кратный. За счет чего это обосновывают? За счет того, что область большая, население мало. За счет того, что ничего у нас не модернизировало все объекты инфраструктуры изношены. А надо строить новые объекты. И поэтому у нас будет такой тариф. Анализируем с коллегами, в том числе и из Федерального центра общественного мониторинга ОНФ, тарифы уже утвержденные других региональных операторов. Интересно. Давайте сравним, что в Кирове, что в других регионах России. Краснодар, облачная компания. Но не буду называть название компании. 429 рублей. Карелия 538. Анадырская транспортная компания. Чукотка 777. Астрахань 549. Астрахань еще второй оператор в некоторых регионах. И это правильно. Есть несколько регоператоров с разным уровнем тарифа, поскольку везде разный уровень наличия полигонов, инфраструктуры. Вот второй оператор 359. Спецстран с Камчатка 445 и т.д. и т.п. Тот тариф предельно максимальный. У нас пока тарифа нет. Но он может быть установлен на уровне до 1078 рублей. Мы не знаем, что Куприд будет заявлять? Мы не знаем. 1078 рублей. Это предельный уровень, который может быть установлен в Кировской области. И на минуточку Камчатка 777. Чукотка. Чукотка. 777 рублей. Да, ну высокий тариф там выше 900 рублей. Есть Вилючинский округ на Камчатке. Это где база подводных лодок, откуда весь мусор вывозят в силу того, что нам сейчас нельзя там тундру загаживать и вывозят на большую землю. На кораблях. На кораблях. На кораблях. Поэтому, просто мониторяя по поручению президента ход реализации мусорной реформы, мы внимательно в рамках Народного фронта, федеральных коллег, ждем первых цифр по тарифам. Узная, я думаю, пораньше, поскольку я в экспертной комиссии РСТ и в случае, если рост тарифа будет вызывать вопросы, собственно говоря, будем реагировать. Разные уровни реагирования могут быть. Есть предложение по регулированию этого тарифа, по его снижению, но для этого надо вносить изменения в территориальную схему, которая на минуточку должна быть и так изменена, поскольку накануне Нового года вступили изменения в законодательство, и террасхемы должны быть приведены в соответствии с этим изменением. Хороший повод выслушать те мнения, которые уже мы направили в письменном виде в Министерство экологии. Это от федерального ОНФ, анализ Центра общественного мониторинга, 5 пунктов, и дополнительно по новой уже террасхеме, проект которой имеется, 12 пунктов. То есть это предложение, в том числе по снижению тарифа путем пересмотра территориальной схемы. А деньги-то уже заплачены за террасхему? За электронную модель, да, за террасхему нет, она разрабатывается усилиями Министерства экологии. И в течение этого года она еще может быть доработана? И должна быть доработана. Она не может не быть доработана, даже вот так скажем. Ну и коллеги, я бы все-таки предложил, скажем так, говорить не только об абсолютной величине тарифа, но и о том, что, собственно говоря, в нем заключается. То есть за что мы, собственно говоря, будем платить эти деньги? Потому что мы с вами понимаем, что есть цена, а есть ценность. Да, там разные понятия. И вот, собственно говоря, там завтра мы договорились на заседании дискуссионного клуба в большей степени говорить о том, за что мы планируем, вернее, за что мы будем платить эти деньги, а не ту абсолютную цифру, которой на данный момент, к сожалению, нет. Мы оперируем там максимально возможной цифрой, да, будет ли она таковой, сложно предположить. Надеюсь, что совместными усилиями всех заинтересованных сторон, в том числе и действиями ОНФ, и в том числе тем, что завтра будет высказано на дискуссионном клубе, мы, собственно говоря, дадим понять, там, уполномоченным органам власти, РСТ, там, отношение общества и населения к этому вопросу. И это будет принято во внимание при, собственно говоря, там, рассмотрении. Ну, я должна обязательно отметить, что кроме того, что там будет, естественно, там будет выступление чиновников ответственных, там будет и Алла Викторовна Албегова, министр охраны окружающей среды, и Игорь Редькин, министр энергетики, и ЖКХ, и там будет Ирина Торопова, генеральный директор Куприд, которая планировала с нами выйти на связь сегодня в эфире, но у них прямо сейчас идут переговоры, насколько я понимаю, с компанией Вольво, видимо, по закупке техники, возможно, да. Да, но закупать начали, тариф еще не утвердил. Они, может, не начали, они, может, не начали, может быть, они только присматриваются, да, и потом есть другая работа, которая не связана с работой регионального оператора. Там будет и Альбина Дудурева, председатель комиссии по экологии окружающей среды, общественная палата Российской Федерации. Да, на ее выступление я хотел бы обратить внимание, потому что Альбина Евгеньевна имеет очень большую, собственно говоря, практику и знание относительно ситуации в регионах нашей страны, и мы здесь ее попросим, скажем так, дать оценку более объективной, такой взгляд со стороны, с точки зрения происходящих у нас процессов, ну и дать там комментарии, предложения, возможно, там, экспертные по той ситуации, которая у нас складывается с точки зрения ее оптимизации, опять же. А Альбина Евгеньевна, заранее были какие-то материалы? Да, она проинформирована о том, в каком состоянии, собственно говоря, эта ситуация у нас здесь, по территориальной схеме, по единственному оператору. У нее есть свое мнение по этому поводу, основанное, так скажем, на анализе происходящего в других регионах, поэтому для нас важно будет посмотреть на ситуацию еще и со стороны, не только изнутри, как мы к ней относимся. А в общественной палате Российской Федерации вообще обсуждают эту тему? Это, наверное, не только для Кировской области актуально? Ну, естественно, это, собственно говоря, ситуация, которая в едином законодательном поле всей страны происходит, в правовом, да, и общественная палата России очень активно участвует в этой работе, потому что все те громкие, достаточные ситуации, которые происходили в ряде регионов, в том числе в Московской области, все они отрабатывались общественной палатой непосредственно там с участием на местах, что называется. Это мусорные бунты. Говорите сейчас об этом, наверное, да, Андрей Леонидович? Были отработаны и конкретные там напряженные ситуации, и системная определенная работа велась. Были интересные проекты, реализованные общественной палатой, например, по мониторингу вывоза мусора из Москвы. Ой, это очень интересно. После короткого перерыва мы про мониторинг тоже поговорим. Я только буду ориентировать течение нашей программы «Урбан» по программе наших слушателей. Итак, друзья, в 15.00 библиотека имени Герцена в Большом зале библиотеки на первом этаже будет открытая дискуссионная площадка, что мы будем делать мусором. Сразу хочу сказать, что все приветственные слова закончатся за 10 минут. То есть с 15 до 15.10 приветственные слова там будет Усенко, Васильев, Тудырево и Галевских. Так, дальше пошли доклады. Начнет Алла Албегова, министр охраны окружающей среды в 15.10. На всех чиновников полчаса. На всех чиновников полчаса. Уйдет и дальше шикарный, совершенно забойный такой доклад. Мрак и хаос обращения с твердыми коммунальными отходами накануне больших перемен. Сергей Алтабаев, председатель региональной общественной организации «Чепецкру». И вот там понеслась, что называется. Но мы продолжим анонсирование завтрашней площадки через полторы минуты. Урбан. Программа о городских проектах. Светлана Занько, Дарья Топузлеева. Программа «Урбан». Сегодня обсуждаем завтрашний, анонсируем завтрашний дискуссионный клуб. Программа «Круглого стола», что мы будем делать с мусором. В гостях у нас Андрей Усенко, член Общественной палаты Российской Федерации от Кировской области. И Роман Титов, вице-спикер ОЗС Кировской области. Но сегодня он попросил представлять себя как... Да я как двуглавая в глупопопостасях. ОНФ. Да, да, представитель ОНФ. Итак, еще раз. Завтра в Герцанке с 15 до 18 пройдет дискуссионная площадка. Я вот тут не вижу кофебрейков, Андрей Леонидович. Как мы живы-то после таких жарких дискуссий в течение 3-х часов водичку... Мне кажется, вы до 6-ти-то не ложитесь. Хоть водичку поставьте, да? Сок и пульсиновый не надо. Ну, опять же, мы по продолжительности принципиально договаривались с губернатором о том, чтобы была возможность постараться дать слово всем неравнодушным и заинтересованным акторам этого процесса и гражданам. Поэтому это не час, не полтора, не два, а именно полноценных 3 часа дискуссии, обсуждения. Завтра будет такая, знаете, лакмусовая бумажка, а вообще у нас власть в лице всех управленческих представителей, она готова слышать население, наиболее активную часть этого населения, в том числе протестную часть этого населения, которое мы сознательно вовлекли в этот процесс, или разговор не пойдет, или будут говорить, вы неправы потому что, но люди не могут быть неправы во всем. Если итогом завтрашнего мероприятия будут реальные изменения, это хорошо. Если нет, соответственно, все участники, представляющие общественные организации, формализованные или нет, они все равно будут работать в этом направлении, только уже иными, может быть, не столь конструктивными методами. Ну да, вне дискуссионного поля, так скажем. Я помню с круглого стола с губернатором, когда он встречался с прессой, и как раз на этом круглом столе это завтрак, такой пресс-завтрак был с губернатором, и Ильей Шульгиным, сити-менеджером города Кирова, как раз задавался вопрос по полигону, задавался вопрос по мусоросортировке, мусоросжиганию. Я помню этот жест Ильи Вячеславович, который сказал в России, и он так показал свою ладонь развернутую, по пальцам одной руки сосчитать инвесторов, которые готовы вкладываться в заводы по мусоросортировке и мусоросжиганию. По пальцам одной руки. Это первое. А второе, когда мы читаем то, что заложено в реформу обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации, мы видим следующую формулировку. Затраты на реализацию программы варьируются, там цифры названы, все стратегии предполагают финансирование преимущественно за счет внебюджетных средств. Намек очень прямой на то, что должны привлекаться средства инвесторов. И вот про инвесторов, несмотря на то, что у нас голосование сейчас ВКонтакте, большая часть говорит, что нужно привлекать инвесторов для строительства этих заводов, об этом речь вообще никак не ведется. Вот сейчас, Роман, а... С одной стороны, это вроде бы самое логичное, это понимают даже обычные люди. Это людям кажется, может быть, не очень логично. Да, и кажется, что они понимают, потому что у них создается впечатление, что придет там богатый олигарх построит завод, и, собственно говоря, там, и на этом все закончится. Но мы начали с вами с того, что бизнес будет инвестировать только в том случае, если будет видеть перспективы возврата этих денег. Но это правильно, наверное, нет? Правильно. Это единственное возможное решение, да? Это же не благотворительность, это бизнес. Мне кажется, люди это понимают. Я думаю, что не все понимают, что потом... Не понимают, что они в кошельке от этого убавятся. То есть сначала кто-то придет и выложит там несколько миллиардов рублей, но потом большее количество миллиардов рублей, с учетом, собственно говоря, дохода на инвестиции, будут постепенно изъяты из кошельков тех самых граждан. И здесь выбор технологий в том числе стоит. Есть инвесторов, которые готовы строить заводы, компании японские, которые сейчас по-другому вставят, их действительно пять, наверное, во всей России. Но инвесторов, которые готовы строить объекты малые, существенно больше. В марте общался с представителями серьезная немецкая компания. В 70 странах она построила уже объекты, в том числе в соседней Беларуси. Это небольшие цементные заводы, где в цементных печах уничтожается отсортированный мусор. И эта вот крошка, которая остается, она идет на асфальтобетон, на дорожную покрытию. Сразу переработка. Стоимость там порядка 20 миллионов рублей. То есть это не полтора миллиарда подмосковный завод. Это небольшой объект, который способен решать сразу несколько проблем и уничтожение мусора, и производство асфальтобетона, который нам нужен в ряде районов. Вопрос ведь в том, что в террасхеме, если этот объект предусмотрен, он может быть построен. Но если там на сегодняшний момент нет ни одного этого объекта, значит их быть не может. А их там нет. А их там нет. 211-101, телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте, за что вы готовы платить дополнительные повышенные деньги. Вот у меня вопрос такой. Я все равно тоже не разобралась с нашим территориальным оператором. Во-первых, я так и не поняла, почему действительно, вот сейчас, Роман, вы приводили цифры, приводили факты, что в некоторых регионах несколько территориальных операторов. У нас вообще конкурса не было. Никто не заявился, никто не проявляет интерес. Когда я не вижу, что проявляет интерес в компании в большом количестве, у меня такое ощущение, что какой-то точно есть изъян, раз не заявляются. Значит, они не верят в будущее, не верят в стабильность, не понимают, как будут складываться расходы, доходы и прочее. Это первое. Ну и второе, вот эти деньги, то есть что будет получать Куприд, как он будет финансировать свою деятельность. Давайте сразу поймем. Кому он что-то будет передавать, вообще не понятно. Как работает стабильный оператор? Светлана, вы вот в предыдущем вопросе говорили инвестор, инвестор. Вот давайте четко понимать, Куприд вообще инвестором не является. Финансовые показатели Куприд в 2016 году, это последняя доступная годовая отчетность, прибыль 20 миллионов рублей. Только на приобретение мусорных контейнеров для того, чтобы обеспечить охват населения в Киевской области, надо 700 миллионов рублей. Это без учета оборудования контейнерных площадок, это полномочия органов места самоуправления, это еще примерно 700 миллионов рублей. И это тоже в террасхеме, да? Конечно, каждая площадка у нас в террасхеме должна быть, в каждой деревне, где этого нет. То есть в итоге у нас сегодня, а да, конечно, это можно осуществлять за счет текущего сбора платежей. Как-то в этой студии озвучивали, что 12 месяцев средняя собираемая, то есть через 12 месяцев начинает сельское население платить. Вот пример по территориям, где рекоператор уже есть, собираемая средняя 38%. То есть и этих денег нет. И возникает вопрос, на который, наверное, завтра надо попросить ответ. Ответ, где региональный оператор, ну, то есть есть уполномоченные органы власти, администрация города Кирова, которая 64% в Куприте, где они собираются брать финансовые средства на реализацию этой реформы, если мы понимаем, что из кошельков населения, даже какой бы ни был тариф, мы их взять не сможем, просто в силу низкой собираемости. Кто тот волшебный инвестор, который даст деньги? Вот прекрасно, я позавчера даже ехала по улице Луганской на Новый мост. Вся улица Луганская, город Киров, завалена свалками мусорными в городе. Ну, потому что там деревянные дома стоят, видимо, которые не платят, и мусор, которых не вывозится. Вот такие огромные, огромные кучи. Это вот здесь, пожалуйста, в городской черте. К тому вот то, что вы говорили про зарабатывание, вот ответ Ирины Тороповой, которая не смогла с нами выйти на связь, но она написала, и вот что она пишет, деятельность. Давай мы прочитаем, что написала нам Ирина Торопова после того, как примем звонок от слушателей. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Я вот о чем хотел говорить, что давайте сначала научимся собирать чистый мусор. То есть чистые бутылки, батарейки и так далее. Вот я жил в Германии, там специальный магазин, который принимает эти чистые отходы, лампочки и так далее. И людям платят деньги. И бабушка, дедушка везут на санках и туда сдают. Почему у нас это не сделать? Потому что у нас народ моет обувь в фонтане и велосипеды. Вот как с таким народом вообще это сделать? Вот я считаю, что вот с этого надо начать. Собирать чистый мусор. Да. Мы как раз второй час программы «Урбан» полностью посвятим этой истории. Как меняется сознание или меняется, или что для этого делается население. Отношение к раздельному сбору мусора и поведению собственному. Ваш вопрос обязательно обсудим. У нас даже есть тут позиция регионального оператора, который действует в Подмосковье. В первую очередь об этом говорит региональный оператор. И я просто озвучу нашим коллегам, которые сейчас здесь, Андрей Шипелов, гендиректор компании «РТ-Инвест». Он говорит, задача наладить сейчас раздельный сбор мусора по всему Подмосковью. Мы реалисты и понимаем, что столкнемся с проблемами. Взять хотя бы дома с мусоропроводами. И у их жителей всегда будет искушение выбросить мусор в мусоропровод одним пакетом. Но у нас такой нет сейчас истории. По-моему, все уже они закрыты, забиты. Но поэтому на первоначальном этапе мы хотим ввести, говорит терроператор, ввести за процессом сбора отходов народный контроль. Разрабатываем программу для смартфонов, с помощью которой любой житель сможет проконтролировать как соседи, так и свою управляющую компанию. И в случае нарушения правил раздельного сбора и транспортировки отходов сообщать нам об этом. Если накопим достаточное количество жала, будем выходить с инициативой о введении штрафов. Так построена система утилизации мусора во всех цивилизованных странах. За нарушение правил обращения с отходами надо платить, комментирует господин Шипелов. Это гендиректор компании RT-инвест в Подмосковье. Не наша. Нас еще даже... Это Ростехнологии, дочка Ростехнологии. Это как раз даже четыре фактически из тех пяти пальцев, которые реально инвестируют в сферу обращения с отходами. Общались и с представителями Ростех в свое время. Кировская область, к сожалению, для них реально объем не подходит. Но, вот смотрите, сам пример. Оператор с самого начала выстраивает отношения с общественностью, используя механизмы общественного контроля для решения, в том числе, своих задач. Какой общественный контроль, Роман Альбертович? У нас вчера пленарное заседание было, общественная палата Кировской области. Мы там ждали министра господина Барминова. За месяц для него собирали вопросы. И за часом до начала этого освещения он сказал, что он не может прийти. Неважно, что там в правительстве, Андрей Леонидович, было. Но это уже не первый случай, когда министры и зампреды игнорируют серьезное освещание в общественной палате, где собирается как раз общественное мнение, задаются вопросы. Ну, и это тоже, кстати, может быть один из вопросов на завтрашней дискуссионной площадке. Ну, вот Виталий Брам тут у нас недавно в эфире сказал про кировчан, что все, что за пределами их квартиры, для кировчан черная дыра. Вот, наверное, для кировчан всех уровней. А это мы в следующем часе как раз выясним, потому что к нам придет Анастасия Скурихина. А к нам придут все те три человека, для которых не черная дыра? Нет, нет, но я все-таки здесь оптимистка, и мы посмотрим. Еще два у вас уже есть. Анастасия Скурихина, директор фонда развития территории земля жизни Ольга Мамонова, придет представитель предприятия по сбору макулатуры, который выступает за установку сборных пунктов в Кирове, Анна Шанин, интернет-сообщество «Чистая вятка». По телефону мы подключим наших коллег. Мы тут выявили, мы проявили опрос в нашем офисе. У нас есть уже люди, которые ходят и сдают мусор два раза в месяц на сборный пункт с семьями. Причем кто-то говорит, я сама, это у меня такая позиция, кто-то говорит, жена заставляет. Но тем не менее, вот как меняется сознание, каково отношение к раздельному сбору мусора, и требуется ли гражданский контроль, прежде всего, над самими собой получается. Вот это предложение, которое озвучивает московский терроператор Шипелов, это гражданский контроль даже не столько за органами власти, сколько и за своими соседями, и за самими собой. Значит, еще раз, площадка завтра с 15 до 18 в библиотеке имени Герцена. Что мы будем делать с мусором? Организована общественная палата Кировской области совместно с общественной палатой Российской Федерации. Дискуссионный клуб «Так-то да». Мы благодарим наших участников нашего первого часа «Урбана» Андрея Юсенко и Романа Титова. Продолжим через 20 минут.